Дорогие друзья, любители футбола и шахмат, мы принимаем сборную Германии на своем поле в Лужниках. В Лужниках. И уже двух, уже, уже одного, двух защитников СТХ нету. О боже. Не дву, да. Забыл я вам показать, ребята, обозначение. Вот, держите. И, так, белопольник Айрен Робин в Д3 рвется на Аш-7. Робин рвется на Аш-7. Я, кстати, предлагал жертву болельщика Спартака, но соперник... Не болельщик Спартака, а защитник Спартака. А, это значит, болельщик Спартака. Кристиан и Доналду имеют голевую возможность. Мы можем пойти защитником на Д5, что звучит довольно странно, потому что вы не какой-то атакующий. Защитником. Да, так, ладно, напрыгнули. Напрыгнули, хотим побить. Хотим поменять нашего... Пожертвовать, знаете кем? Хотим пожертвовать... А, нет, как там? Рибери, Рибери. Хотим пожертвовать Рибери и пробить на Аш-7. А почему ты не пожертвовал Рибери? Потому что... Потому что болельщик ЦСКА бил. Да. Тем временем мы подкатили Васю поближе. Вася подошел, да? Да. И подкатываем также и Лешу. Леша и Вася встали. Так, и какие-то хотят болельщиков ЦСКА наших поменять? Да, угрожает Б4. Кто там заходит на Б4? Болельщик ЦСКА. Или как мы его называем соперник? Мы его называем просто фигуру соперника. Хорошо. Это как-то банально, но я не против. Мы поменяли Франка Рибери. Да, и мы лишились всего нашего перевеса. Придется переключаться на игрот. Это же сборная Россия здесь. На игрот обороны, да. Так, одного болельщика. Жертвуем спартаковца на А3. Диму комбарил по жертву. Капитана сборной России, между прочим. Соперник принимает. И теперь мы идем вперед. В общем, все это довольно уныло выглядит. И, видимо, очень вперед. Диму комбарил по жертву. Нет, почему-то ясно, аж 3 стремится. Ну, он стремится, но как бы на этом настремлении все и заканчивается. А как же Вася и Леша на А и Е... Да, это наша единственная надежда. Они уже столько голов забивали, что... Самые неожиданные моменты. Я думаю, что Вася и Леша это наша единственная надежда. Какая-то жертва должна быть на Е6, нет? Однозначно нет. Может быть, стоит пойти Леша на Б1 с идеей Айрона Робина? Нет, Роналду, Роналду индивидуальное мастерство пошел показывать. Индивидуальное мастерство? Да. Роналду стремится на Е5? Да. На А4. На А4? Роналду стремится на А4. За всех сил. Роналду стремится на А4. Итак, напоминаю вам, что мы принимаем в лужниках немцев, чемпионов мира, между прочим, 2014 года. Мы можем пожертвовать Робином, и, точнее, сначала пожертвовать болельщикам ЦСКА, потом Робином, и объявить вечный удар поворотом. Нет, интересно, интересно. Так, вот, напали на болельщика ЦСКА, ой, на защитника Спартака. Так, что делать, что делать? Это защита Спартака, можно не обращать, не важно. Понятно. Но, тем не менее, сейчас же съедят все наши, всех наших футболистов съедят. Ну, Леша, Леша на Д3. Хорошо, уродливый ход. Леша пришел на Д3. Уродливый ход, по-моему, за него какой-то уродливый момент, может, какие-то шансы появятся, не знаю. Салон, так, у нас мало времени, ребята. Да, мне скоро придется отключиться от комментариев, оставить, оставить эту миссию Кюрилу. Ну, пора же бить, пора же бить. А самому, так, бьем. Бьем. Все, отлично. Болельщики ЦСКА приносят себя в жертву. Масса, масса, суицид. Не принимают. Ну, правильно. Леша. Человек, 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 а любство заблудовало. Леша, Леша на Д3. Ушел на Е3. Братья Березуцкие, они всегда должны быть вместе. Итак, мы нападаем на коня на F6. На болельщика ЦСКА, не на коня. Не забывай. На болельщика ЦСКА на F6. А за ним бедный Спартака. Бедолага. Так, ну, 26 секунд. И... И после конь Д5 решает жертва Криштиана Роналду на F6. Ого. Конь Д5. Ждем конь Д5. Криштиан должен привести себя в жертву. Да. Ради успеха команды. Нет, этого не понадобилось. К сожалению, сборная Германии сдалась. Да, хотя вроде бы чемпионы мира. Чемпион... Обыграли чемпионов мира, ребята. Продолжение следует... Продолжение следует...